Попрошу выступить Сергея Александровича Горохова, народного депутата Верховной Рады Украины, члена фракции партии регионов. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. В Верховной Раде я представляю мажоритарный избирательный округ города Луганска и высказываю здесь свою точку зрения и точку зрения тех жителей, которые проживают в городе Луганске. К нашему большому сожалению, после 22 февраля этого года, после вооруженного переворота, в Украине перестал действовать закон, перестало действовать верховенство права. И, на мой взгляд, ответственность за эти события в какой-то степени лежит и на представителей европейских стран, которые ставили свои подписи под известными соглашениями от 21 февраля, в результате которых необходимо было в течение 48 часов разоружить все бандформирования, освободить все захваченные административные здания и вернуться к Конституции 2004 года. Ничего этого не было сделано и к Конституции вернулись нелегитимным способом. Хочу напомнить, как это происходило и как должно это было происходить. В Верховной Раде первое голосование должно было произойти 226 голосов, затем должно было быть решение Конституционного суда, который был разогнан и решение не было получено. Затем должно было произойти еще раз голосование Верховной Раде и только лишь на следующей сессии, это осенью, 300 голосами должны были вернуться к Конституции 2004 года. О чем это говорит? О том, что президентские выборы должны состояться были осенью, зимой или весной 2015 года. Это заложена мина замедленного действия и если на этих выборах побеждает неудобный кандидат для Запада, они всегда это могут оспорить и отмотать эту ситуацию назад. Это еще новый этап эскалации этого конфликта. Я вам хочу сказать, как работает вообще в данных условиях Верховная Рада. Это единственный легитимный орган в стране, который в последнее время поставил свою легитимность под очень большое сомнение. Депутаты не могут проявлять свою волеизъявление, голосовать так, как они считают нужным, потому что под зданием Верховной Рады находятся люди вооруженные, с автоматами. Депутаты не имеют возможности выходить и заходить через официальные двери, а многие из депутатов попадают в сессионный зал и выходят по подземным переходам через комитеты. То, что происходит голосование уже не одной, двумя, тремя карточками, я думаю, это уже ни для кого не секрет. Но последней чертой, на мой взгляд, стало это исключение из сессионного зала целой фракции, которая нигде и никогда такого не было. Поэтому Верховная Рада поставила свои принятия решений под очень большие сомнения. В то же время киевская власть развернула антитеррористическую операцию на востоке страны, а мы знаем о том, что ее можно только объявлять лишь в том случае, когда введено чрезвычайное положение в стране. А потом только можно объявлять о том, что при введении чрезвычайного положения никакие выборы невозможны. И здесь тоже есть ряд вопросов к тому, что законны эти выборы 25 мая или незаконны. В то же время на востоке страны, в Луганске и Донецке, уже произошли референдумы. На этих референдумах явка была настолько максимальная, как никогда. Даже в 2004 и 2005 годах за все время истории независимости Украины была максимальная явка на выборах президента. На референдуме явка была выше. Несмотря на то, что было блокирование средствами массовой информации о том, где и когда состоится референдум, куда идти людям на избирательные участки. А люди пришли и не считаться с мнением Луганска и Донецка, я считаю, уже невозможно. В любом случае, рано или поздно нужно садиться за стол переговоров и переводить это в политическую плоскость. Люди требуют для себя немногого. Первое, что они хотят, это прежде всего безопасность. А для этого нужно остановить антитеррористическую операцию. Я хочу сказать вам, что ведь воюют не просто против жителей Востока, а я считаю, что Запад руками национальной гвардии воюет против России. И это тоже никто не должен забывать. Нужно принять государственным вторым языком русский язык. И, может быть, еще вчера было возможно говорить о федеративном устройстве государства, но я боюсь о том, что эта точка пройдена. Сейчас жители Луганска и Донецка в своем большинстве уже показали, что на 80% они не признают киевскую власть, они не хотят жить по-старому, и они хотят, чтобы с их мнениями считались. И я хочу уже в окончании своей речи сказать о том, передать вам слова жителей Луганска к братскому народу России. Они обращаются к вам с просьбой о том, что нужно переходить от политических заявлений к конкретным действиям. Спасибо. Спасибо большое.